Приветствую вас. Вы знаете, как-то мне кажется, что ваш вопрос, он не про любого человека, не про ваши отношения. Ваш вопрос, он скорее про ваши страхи, про вашу неуверенность в себе и про то, что вы, очевидно, берете на себя чересчур много. Вот, очевидно, что вы испытываете дискомфорт от того, какой уровень ответственности у вас есть. Уровень ответственности я имею в виду за себя и за других, с кем вы находитесь в тех или иных отношениях. Вот. Мне кажется, что ваш вопрос, он больше про чувство неопределенности будущего, про вот эту самую неопределенность, которая у вас есть, про состояние такой, может быть, подвешенности, может быть, уверенности, опять же, про нуждаемость в том, чтобы вам помогли, значит, ну, определиться с тем, что будет дальше, вот, и так далее, и так далее. В целом, в общем и целом, ваш вопрос, ваш текст, он про отсутствие, наверное, своей какой-то жизненной позиции, про ваш текст, про подавление своих чувств, своих эмоций. И ваш вопрос, он на самом деле про это, потому что вы пишете, что вы встречаетесь с молодым человеком полтора года, и вы все время вместе, да, то есть вы поддерживаете друг друга, и вы всегда на связи, то есть для меня это сигнал к тому, что, возможно, у вас нет личного пространства, вот, возможно, ему не хватает личного пространства, возможно, мужчине не очень комфортно жить в таком ритме, то есть ему комфортно жить с вами в таком ритме, но если вы еще будете жительным, то ему не комфортно, то есть, возможно, вас, условно говоря, слишком много, вот. То есть, ну, в его жизни слишком много вас. То есть это вопрос о том, насколько каждый из вас реализуется, насколько реализация связана со своим собственным свободным выбором, а не с необходимостью, как вот вы пишите, что у вас дела, что у вас дом и так далее. Вот, понимаете, какая штука, то есть как-то вот не совсем понятно, насколько вы-то сами реализуетесь вообще в жизни, то есть да, вы говорите, что вы работаете, но что вы делаете, то есть насколько эта работа вас раскрывает, насколько эта работа вас реализует, понимаете? А дальше, иногда, конечно, бывают конфликты, но всегда быстро миримся, но опять же, тут очень важный момент, Анна, из-за чего конфликты и как именно вы миритесь? То есть одно дело, если вы просто просите прощения, да, и извиняетесь друг перед другом, и всё, и другое дело, если вы какие-то решения принимаете, да? Это вещи-то на самом деле разные совсем, и на мой взгляд, ну вот нужно тут тоже, конечно, разобраться, что за конфликты, из-за чего они происходят, и как конкретно вы миритесь, то есть что вы вкладываете вот в это понятие примирения. Дальше, в последнее время меня мучает вопрос, почему он не предлагает жить вместе? Казалось бы, ну, довольно распространенная проблема, значит, пара встречается, да, вот, и, соответственно, в какой-то момент один партнер хочет дальнейшего сближения, другой партнер не хочет, вот. Это, в общем, довольно распространенная проблема. Если другой партнер не хочет, то это означает, что у другого партнера уже есть всё, что ему нужно. Фактически, 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 есть всё, что нужно, то есть он не заинтересован в дальнейшем сближении, а для вас, для вас, ну, партнер считает, что делает всё, что в его силах больше как бы не нужно. В этом, эээ, с другой стороны, в этом же контексте, эээ, можно поднять вопрос о том, зачем и почему вы хотите обязательно жить с ним вместе? Для чего? Вот конкретно вам для чего? Ну, к примеру, любите вы человека? Любите вы мужчину? Он не предлагает вам жить вместе, я пока не говорю о том, что дальше вы пишите, я пока вот просто, это вот так, как идёт ваш вопрос, да? Он не предлагает вам жить вместе, значит, он не хочет, значит, ему не, ему не, ну, будет некомфортно или что-то ещё. И, эээ, как бы, если вы его любите, то, эээ, вы понимаете, что счастливым его, эээ, предложением такое вам не сделает. Так зачем же вы хотите, чтобы он вам предложил жить вместе? Вот. Вот. То есть, для чего? Какую свою, я подчёркиваю, свою собственную проблему, вы решаете через необходимость, да? Эээ, того, чтобы он, вот, ну, как бы, эээ, предложил вам жить вместе? Какую проблему вы, эээ, свою решаете? Это очень важный момент. Дальше. Идём. Вы пишите в последнее время. То есть, как бы, эээ, ну, что-то произошло, вот, получается. Раз именно в последнее время вы, вас мучает этот вопрос. Если он вас мучает, значит, вам, вам, эээ, мучительно, что-то. Значит, вам, эээ, что-то тяжело, самой. Так, Анна, вот, давайте определим, что вам-то тяжело, самой. Дальше. Эээ, у него есть квартира. И что об измене не может быть теперь речи, потому что мы либо вместе, либо всегда на связи. На связи. А вы боитесь измен, ну, здесь, здесь и сейчас? Или как? Почему вы сейчас заговорили про измены? Я, когда у него остаюсь, эээ, я всегда готовлю, мою посуду и кухню, в том числе. Но не мою, ну, я не мою всю квартиру. Я считаю, что пока мы не живем вместе, они должны этим заниматься. Это правильно. На основном не отвечает, что вы бывшая девочка. Мыла всю квартиру, окна в том числе, хотя и не жила у него. Ну, здесь я бы сразу обратил внимание на то, что человек вас, как бы, сравнивает. Вот, он вас, эээ, ну, сравнивает с другими, да? То есть, вот, с другой девочкой. И лично для вас это, ну, в общем-то, оскорбительно, оскорбительно для вас. Вот такая, ну, позиция, да? Эээ, как бы, такая его форма отношения к вам, да? Она, она, не, оскорбительна. Ни много, ни мало, но она, она оскорбительна. То есть, это звоночек. Это, тревожный звоночек. Для вас, по крайней мере. Дальше, значит, так, мне это не понравилось, но дальше он мне сказал, что я не хозяйственный. Его бабочка сказала, что нам такая хозяйка не нужна. А, значит, вам это не понравилось, пишите вы. Но, что же вы сказали? И сказали ли вы, собственно говоря, что-то? Нет, вы ничего не сказали. Ну, то есть, как бы, человеку. Да, вы промолчали. Вы, вы промолчали, вы проглотили, вы подавили свои эмоции. Для чего вы это сделали? Почему вы это сделали? То есть, вам не понравилось? Вы, вы промолчали. Вот как по-вашему, да? Эээ, ну, ну, выстраивать отношения. Отношения, как по-вашему? Только, только, эээ, только через высказывание того, что неприятно. Того, что не нравится. Только так. Вы промолчали. У меня вопрос к вам. Почему? Дальше. Так, дальше мне сказалось, что я не хозяйственный, и его бабочка сказала, что нам такая хозяйка не нужна. Ну, здесь, опять же, эээ, идёт очень, эээ, как бы, явная характеристика мужчины. С одной стороны, у него есть, эээ, прямо, чёткий запрос, какой должна быть его девушка. И это, в свою очередь, эээ, в некоторой степени снимает, эээ, вопрос о том, насколько он вас любит. То есть, для него, эээ, такой вот, такой любви, в контексте её безусловности нет. То есть, если он вас любит, если он вас любит, то явно не безусловной любовью, явно, явно не безусловной любовью он вас любит. К сожалению. Эээ, это первое. Второе. Эээ, как бы, он не самостоятельный. Он не самостоятельный. Потому что у него бабочка определяет, а кто подходит, а кто нет. То есть, даже если это неправда, вот, даже если это неправда, что, ну, там, предыдущая девушка ему, там, мыла квартиру, окна, там, и так далее, как, как, как вот вы, ну, пишите, да, об этом. Даже если это неправда. Вот. То его обращение к бабочке, ну, выглядит здесь, ээээ, очень низким, очень детским. Вот. К сожалению. И, опять же, это характеризует, эээ, мужчину, как крайне не самостоятельного, не самостоятельного на, эээ, хотя бы на духовном уровне. Дальше. Я вкусно готовлю, он всегда сыт, когда приезжает ко мне домой, у меня всегда порядок, порядок и обед, первое, второе, третье. Я полагаю, что, как бы, именно отжести, поэтому он и ведет себя так. А зачем, зачем ему, ему менять то, что сейчас есть, то, что его устраивает. С другой стороны, я не очень понимаю, для чего вы пишете вот это. То есть, вы оправдываетесь, или что, или вы как-то пытаетесь доказать что-то. То есть, я не понимаю. Он обижается, я у себя дома, все дела у него нет. Но, если он обижается, это его проблема исключительно, вы не обязаны, не должны этого делать. А, прежде чем начать жить вместе, я должна показать свою хозяйственность. Но, если это его слова, то я вам совершенно точно могу сказать, что нет. Нет, вы не должны, ну, вы не должны никому ничего, вы не должны никому демонстрировать там, свое хозяйство. То есть, это и так, как бы, ну, проявляется, это и так, как бы, видно, что вы хозяйственные. То есть, опять же, здесь, какое-то тоже слово. Я это все делаю у себя дома, где я чувствую себя хозяйкой, я не могу разорваться. Это правильно. С другой стороны, не совсем понятно, что изменится, если вы будете жить у него. То есть, вот, не совсем понятно. То есть, сейчас вы делаете у себя дома, а когда вы будете жить у него дома, со своим-то домом, что вы будете делать? Что вы будете делать? Я работаю, у меня есть свой дом, где тоже много дел, я не могу их забросить. Да, хорошо. У вас есть свой дом и дела, которые вы, ну, не можете забросить. Окей, окей. Я, как, как бы, понимаю, вот, вас. Но, не совсем, эм, не совсем понятно, опять же, не совсем понятно, как вы это, ну, устроите все, то есть, как все это будет. То есть, вы будете жить у него, вот, а свой дом, что будет с вашим домом, тогда, тогда. Вот. То есть, как бы, для меня это остается не ясно. Дальше. Дальше. Я не выдержала и высказала все, что думаю по этому поводу. И вот здесь история такая. История такая. Вот сам факт того, что вы не выдержали, говорит о том же, что вы свои эмоции, свои чувства подавляете. Вы не выражаете их вовремя. С чем это связано? Страх, неуверенность в себе, что-то еще. Дальше. Говорил отродительные вещи, сейчас очень стыдно за свои слова. А это уже похоже на сценарий. Вы сдерживаете, 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 потом взрываетесь, потом вам за это стыдно, за это стыдно, вы себя корите и опять начинаете сдерживаться. Это очень похоже на замкнутый круг. Но по сути в основе него лежит запрет на свои чувства, запрет на свои эмоции. Вот. Дальше. На эмоциях. Я написала его бывшую страницу, там нет моих фото. Это рассыл, действительно, она все делала. Оказывается, это неправда. Не очень понимаю. Анна, зачем вы это все делали? Для чего? И вот он очень сильно заделал, сказал, что я его не знаю, откуда он узнал, что вы написали. То есть, вы ему сами сказали, если да, то для чего. Что я подлый человек, и что он этого не просит никогда. Ну, на самом деле, отчасти, вы наручили его личную, как бы, ну, личную границу. То есть, вы тут, ну, действительно, совершили такую очень некрасивую вещь. То есть, вы, по сути, проявили себя, как человека, не доверяющий, ну, партнеру своему. Я его люблю, а как ваша любовь проявляется? Но с его стороны, это разве любовь? Как я уже сказал, если это любовь, то это не безусловная любовь. Зачем? Он мне врал. Мы не знаем вашего молодого человека, мы не можем сказать, зачем он это делал. Я, в завершение, точно могу сказать, что это одна из компенсаций его неуверенности в себе. Получается, ему важнее то, что подумают друзья, чем мои переживания. Анна, мы не можем этого знать. Мы не можем этого знать. Я хочу спросить у вас. Вы, вот именно вы, для чего спрашиваете, ну, для чего вы спрашиваете, зачем он брал? Любовь ли это с его стороны? Зачем? Вот вы сами, для чего? Для вас какое это имеет отношение? Понимаете, если вы его любите, если у вас к человеку есть любовь, у вас, если к человеку есть любовь, то вам, в принципе, все равно должно быть. Что, как бы, он чувствует, что он делает. Вот. Другой вопрос, конечно, если вы его, если у вас к нему не совсем любовь. Вот. Но это уже, это уже детали. Это то, что требуется исследовать. Вот. Ну и последняя ваша фраза. Получается, что ему важнее то, по-моему, друзья, чем мои переживания. И ваша фраза последняя звучит. Звучит больше, как, знаете, как, опять же, как всплеск эмоций. Главное, это сперва разобраться в себе, вам нужно сперва выделить то, что вы хотите. Вообще. И после уже, вот, обновленные приходить в отношения с мужчиной и четко ставить границы, что я хочу, что я не хочу, что я буду, что я не буду, что приемлемо, что нет. Понимаете? Вот это важный момент, важный момент, на мой взгляд. Вот. А по-другому, наверное, не получится. То есть я не думаю, что сейчас, не разобравшись в себе, вы можете принимать решение, расставаться с ним или нет. Я не уверен, что сейчас, не разобравшись в себе, вы сможете выработать адекватную стратегу поведения, ну, в качестве реакции на то, что он вас уличил в таком обмане. Ну, и вы тоже его, соответственно. Вот. Я не думаю, что сейчас, когда вы находитесь на эмоциях, и он находится на эмоциях, нужно и можно что-то решать. На ламандров очень легко. Не торопитесь. Не торопитесь. Нужно вам поработать с собой. Поэтому возьмите тайм-аут, скажите, что, ну, либо не говорите ничего, либо скажите, что вам необходимо время побыть одной, и посвятите это время, пару недель, например, работе с психологом для выявления всех ваших субъективных сторон. Когда будет более-менее понятно, когда вы будете, как бы, планомерно над собой работать, тогда вы сможете включить своего молодого человека и отношения с ним уже, собственно, в своё психологическое пространство. Это будет более органично, чем то, что происходит сейчас. Вот. Мне видится, да. Мне видится ситуация, мне видится такой. Потому что, видите, у вас в тексте идёт расстрой. У вас в тексте идёт полный разброс. Вы начинаете текст одного вопроса, посвящённого тому, что мужчина не предлагает вам, ну, жить вместе, а заканчивать его тем, что он вам врал, любовь ли это всего странная и так далее. То есть, как бы, вот это всё нужно выяснять, это всё нужно разбирать. Вам не ориентируйтесь на молодого человека, а ориентируйтесь только на себя. Да. К сожалению. Но вместе с тем и к счастью, потому что, вместе с тем и к счастью, потому что опираться в своих осуждениях, в своих определениях, опираться, ну, нужно только на себя. Саму. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.